Итоги конкурса по озеленению и ландшафтному обустройству «Наш белый город» подвели накануне в Восточном округе Белгорода. Торжественную церемонию провели в Белгородской филармонии. Победители наградили в 11 номинациях. Алла Голдинова расскажет подробности. В зале филармонии собрались те, кто вносит свой вклад в создание неповторимого облика родного города. Это участники и победители конкурса по озеленению и ландшафтному обустройству «Наш белый город». Их пришли поздравить почетные гости. Депутат Белгородской областной думы Александр Щеглов, заместитель председателя Белгородского городского совета Лариса Гончарова, депутат горсовета Любовь Киреева и замглавы администрации города Ольга Медведева. Сегодня Белгород развивается. Сегодня мы продолжаем те традиции, те успехи, которые заложили наши ветераны. Несомненно, красивый, процветающий город, в котором строятся новые дома, реконструируются дворовые территории, строятся школы, создаются прекрасные рефляционные общественные зоны. Это результат вашего труда, дорогие белгородцы. Дорогие друзья, искренне сердечно поздравляю вас с наступающим праздником, Днем города. Низкий подход ветеранов. Огромное спасибо всему залу, потому что многие из вас сегодня трудятся на предприятиях, вносят достойный план социально-экономического развития нашего города, а многие отработал, продолжают работать на общественных началах. По зову сердца, любят свой дом, любят свой двор, любят город, в котором мы все живем, и обустраивают его, облагораживают, делают жизнь уютней и прекрасней. В этом году на конкурс «Наш Белый город» в Восточном округе было подано свыше 200 заявок. Комиссия отобрала из них 84. Победители определили в 11 номинациях. В этом году гран-при конкурса за оригинальный подход и неповторимость в ландшафтном оформлении собственных и прилегающих территорий вручили сразу двум предприятиям – заводу «Белогармаш-сервис» имени Рязанова и Белгородскому абразивному заводу. Опыт, соответственно, у нас уже очень большой, но это нам не дает права расправляться, а только подстегивает движение вперед в направлении озеленения, благоустройства территории. Школы и детские сады города – постоянные участники конкурса. В этот раз в номинации «Лучшая территория учреждений школьного и дошкольного образования» выбрали сразу троих победителей. Это 12-я гимназия – начальная школа детский сад номер 44 и детский сад номер 28. Каждый ребенок, каждый родитель, каждый сотрудник что-то приносит, что-то интересное. Мы каждый год стараемся каждый уголок детского сада сделать интереснее. Среди жилищных организаций награды получили Рео номер 5, жилищное управление ЖБК-1 и управляющая компания по жилью «Центральная». Самое главное, я считаю, что нам удается привлекать к этой работе собственников. Собственники с удовольствием откликаются на это дело. Мы совместно работаем над благоустройством дворовых территорий, выполняем все их пожелания, они участвуют с удовольствием. Свою лепту вносят частные домовладения. Дипломами и ценными наградами поощрили победителей в номинациях «Лучшее домовладение частного сектора» и «Лучшая клумба частного сектора». Интересно, что в каждой из них первое место разделили между собой тройки лучших. Лучшим советом территории в этом году признан совет территории номер 22. Его возглавляет депутат Юрий Гребенников. В номинации «Лучшая территория учреждений социальной и культурной сферы» отмечены Белгородская филармония, аграрный университет и библиотека филиал номер 18. Со словами благодарности к собравшимся обратился руководитель комитета по управлению Восточным округом Вячеслав Сушенков. Он подчеркнул важность вклада каждого жителя города в озеленение и благоустройство и поздравил всех с юбилеем освобождения Белгорода. Поздравляю вас с этим действительно великим праздником. 75-й годовщиной освобождения нашего белого города от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны, дорогие наши ветераны, огромное спасибо вам за тот героизм, за тот великий труд, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам за то небо мирное и светлое, которое сегодня мы видим над нашими головами. С праздником! Завершила вечер концертная программа, подготовленная артистами филармонии. Алла Голдинова, Андрей Андрейко, К этому часу, Белгород.